Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале и, как всегда, приглашаю вас подписаться, поставить лайки, распространять ссылки на это видео, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. А у нас с вами очередное видео по оперативной обстановке. Сегодня 29 июля и киевское время 15 часов. А мы приступаем к обзору военных событий. Хочу сразу отметить, что, в принципе, фронт более-менее стабилен. Никаких таких больших событий знаковых на фронте не произошло за прошедшие сутки. Но, тем не менее, пройдемся по всем направлениям. Итак, сегодня Волынское, Полесское и Сиверское направления продолжаются. На Сиверском продолжаются обстрелы нашей территории. На Волынском и Полесском направлениях характер действий вооруженных сил Белоруссии и их боевой численный состав не изменились. Противник пытается вести воздушную разведку, но без захода в наше воздушное пространство, без пилотниками. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов с территории Белоруссии. Причем различными типами ракет, как Искандер комплексами, так и комплексами С-300, но уже в качестве ракет класса «Земля-Земля». То есть переделанных ракет. На Харьковском направлении без изменений противник ведет сдерживающие бои. Мы пытаемся прощупать оборону противника с целью подготовки отодвинуть его к государственной границе. Идет обмен ударами, противник применяет авиацию. Ну, в частности, армейская авиация была в районе Старого Салтова. Славянское направление обстрелы, активных боевых действий не зафиксировано за последние сутки. Продолжаются позиционные бои. Ну, так же, как я и говорил, им надо теперь 3-4 дня для того, чтобы поднакопить боеприпасы и поднакопить топливо для своих машин. Для боевых машин. Поэтому там идет перегруппировка войск и позиционные бои. На Краматорском направлении противник обстрелы. Нету тоже активных боевых действий. Штурмовые действия не ведутся. И на сегодняшний день. Но обстреливает со всех видов артиллерии. Обстреливает нашу линию обороны и населенные пункты возле нашей линии обороны. На Бахмутском направлении тоже обстрелы. Есть штурмовые действия, которые в направлении Нового Луганского и Солидара продолжаются. Вторые сутки уже подряд. Но зато то, что я вам вчера говорил на момент записи видео, штурмовые действия направления Вершины и Семигорье были к вечеру успешно отбиты нашими войсками. Противник понес потери и отошел на исходные позиции. Также продолжается на Бахмутском направлении обмен артиллерийскими ударами. И вот штурмовые действия Нового Луганского и Солидара. Бои продолжаются на данный момент. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, кроме обстрелов, враг применил в районе Новоайдаровки авиацию и нанес авиационный удар. Во всем остальном продолжаются обстрелы и позиционные бои. Противник провел разведку боем. Вот видите, мы только с вами разобрали, что такое разведка боем. Вот разведку боем в направлении Водянова и Песков. Разведка боем для противника завершилась довольно значительными потерями. То есть практически она не удалась, но и при этом не вскрыла нашу оборону. Противник понес потери и отошел. На Южнобургском направлении события в принципе не изменились. Мы продолжаем обстрелы позиций противника. Мы продолжаем уничтожение складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Есть очень интересные... Противник пытается навести понтонную переправу вдоль Антоновского моста. Это кстати... Видите, они привязаны все равно к мосту. Потому что... Я говорю, что Днепр довольно сложный. В этом районе в плане берегов. И поэтому они будут наводить... И все-таки они привязаны к дороге. В Сирсонских степях не так много дорог, для того, чтобы можно было проехать. И поэтому они привязываются все равно к Антоновскому мосту. Ну мы ждем, когда переправа будет наведена, для того, чтобы ее уничтожить. Как только они ее наведут, мы ее сразу уничтожим. Появилась информация, что они баржу, паромную переправу задействовали. Ну я правда не знаю, это вот кто у нас там в Херсоне. Можете написать в комментариях, я озвучу. Какая грузоподъемность и вместительность этой баржи. Для того, чтобы... И что это за баржа. Какие пристани или причалы она использует. Для того, чтобы вооруженные силы Украины могли сориентироваться и нанести удар, когда она будет, допустим, разгружаться. Или когда она будет загружаться. Потому что в движении ее ловить это будет более проблематично. Наконец-то мы получили с вами подтверждение от оперативного командования ЮГ. Что Ольгина полностью под нашим контролем освобождено. И вот в районе, где мы говорили, я вам объяснял, что существует огневой мешок. Верхнеполье. Там он практически и остался. И со стороны Ольгина мы начинаем потихонечку поджимать вот эту четвертую сторону полуокружения российских войск. Но количество пока не уточняется. И явно там не больше тысячи может быть военнослужащих. Может быть даже и меньше. Может одна батальонно-тактическая группа. Или ее часть. Но тем не менее, вот этот выступ мы поджимаем. И огневым контролем мы держим вход и выход. Они не могут оттуда уйти, россияне. И не могут туда отправить подкрепление. Но они пытаются на отдельных участках проводить штурмовые действия. Для того, чтобы оттеснить наши войска. Безуспешно пытаются. И мы продолжаем, еще раз повторюсь, мы продолжаем наносить огневые удары по складам и местам сосредоточения войск. Причем на южном направлении мы настолько ослабили систему ПВО, что там еще работает наша штурмовая авиация. Штурмовая авиация наносит удары по позициям, по родным опорным пунктам российских войск на вот этих, на их рубежах обороны. Кстати, сегодня оглашу такую интересную новость. Местные жители сообщают, вам огромное спасибо за это, в Херсоне, что российские военнослужащие начали покупать плавсредства. Индивидуальные. Самый ходовой товар это надувные матрасы, круги, надувные лодки. Они это скупают в больших количествах. Видимо, планируют форсировать Днепр только в обратном направлении на левый берег. Я думаю, что не глупые все равно люди, какие бы они там ни были, но они прекрасно понимают свою ситуацию, понимают, что такое уничтоженный Антоновский мост. И понимают, что рано или поздно вооруженные силы Украины все равно придут в Херсон. А так как командование их обычно бросает и никто не собирается никого спасать, то тут, очевидно, они готовятся действовать по принципу спасайся кто может. Так что вот такая вот информация. В акватории Черного моря находятся три корабля для нанесения, в готовности к нанесению ракетных ударов ракетами калибр. То есть, это суммарный залп может составлять до 24 ракет. Ну и вот такая вот военная обстановка на сегодняшний день сложилась на всех фронтах и оперативных направлениях вокруг Украины. Что касается военно-политической обстановки вокруг Украины, то тут тоже есть интересные события. После того, как Китай и Соединенные Штаты сделали такие резкие выпады из заявления в отношении... Ну, Китай сделал резкое заявление, что пригрозил военными действиями Соединенным Штатам в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Соединенные Штаты подвинули свою авиационно-ударную группу во главе с авианосцем Ретеодор Рузвельт поближе к китайским берегам. Кстати, они подошли к двум китайским эсминцам и сейчас стоят рядом с ними. То есть, ну, очень в лучших традициях холодной войны. Ну, вчера состоялся телефонный разговор между китайским лидером и президентом Соединенных Штатов Америки. Конечно же, обсуждался Тайвань. Вопрос Тайваня, вопрос безопасности, я так понимаю, вообще в азиатском регионе, в азиатско-тихоокеанском регионе, я бы даже так сказал. Разговор продлился более двух часов. До чего договорились лидеры, к сожалению, пока неизвестно. Но, тем не менее, диалог все равно есть. К сожалению, продолжает муссироваться тема поставки иранских беспилотников в Российскую Федерацию. Сегодня даже был замечен самолет Boeing 747, это транспортный вариант самолета, который используется Ираном для перевозки, в том числе и вооружения. Когда-то им даже перевозили в Эфиопию эти же беспилотники иранского производства. Сейчас он замечен в Москве и вроде как говорят, что он привез эти беспилотники. Но это не значит, что этот самолет привязан к этим беспилотникам. Думаю, вряд ли бы они их везли в Москву, эти беспилотники. Скорее всего, они везли бы в какой-то центр подготовки поближе, где иранские специалисты должны были бы обучить российских операторов в работе на этих беспилотниках. Или прибыли иранские операторы, если там действительно они есть. И светить их в Москве, я думаю, это было бы самое худшее. Потому что разведка в Москве, это точно есть агентурная разведка, иностранная, которая засечет и будет знать, как только самолет откроет грузовой отсек, все уже будут на Западе знать, что он там привез и в каком количестве. Поэтому и мои слова подтверждают заявление американских некоторых аналитиков о том, что пока что Соединенные Штаты не видят попыток в том, чтобы... Или не находят подтверждения того, вот так правильно будет сказать, что Иран будет собираться передавать или передает Российской Федерации свои беспилотники типа Шахид-129. Так что вот такие вот происходят перипетии. Идет полным ходом подготовка встречи Путина и Эрдогана, которая должна состояться в Сачах 5 августа. Скорее всего, что будет решаться на этой встрече, ну думаю, в первую очередь там будет решаться вопрос зерновой вопрос. Вывоза зерна. Турция предпочитает все-таки эту сделку завершить и предпочитает получить свои 25% за вывоз зерна, причем зерном 25% по цене ниже рыночной, за организацию вывоза всего нашего запаса, который остался в нашем распоряжении, который еще не захватила или не украла у нас Российская Федерация. О чем будут торговаться? Я думаю, сирийским вопросом. Очень такая, на мой взгляд, актуальная версия, потому что Путин предложил совместное производство Байрактаров, ну и Эрдоган подтвердил приверженность, сказал, что Турция и Украина тоже партнеры, а хозяин этого завода по производству беспилотников сказал, что Украине будем продавать, России продавать не будем. То есть в этом не получилось. Возможно, Россия будет торговаться Карабахом. Почему? Потому что Азербайджан высказывает очень большое недовольство в плане поведения в России и нарушения, не выполнения в Российской Федерации трехстороннего договора о перемирии между Арменией, Азербайджаном и Российской Федерацией. Суть в том, что Россия должна разоружить все незаконные вооруженные формирования и вывезти их с территории Карабаха или Карабахского района. Но Россия этого не выполняет. Азербайджан готовится к решению этого вопроса силовым путем, накапливает войска возле Карабаха. А Россия может этот вопрос отдать на откуп, допустим, Турции, предложить. Но, на мой взгляд, самым важным вопросом сейчас для России может являться именно сирийский вопрос. Вполне возможно, что, зная, что Турция взялась за главные посреднические услуги между Украиной и Россией в плане решения зернового вопроса, а еще и под эгидой ООН, то Путин не зря нанес, ну как бы логически получается, что он не зря нанес ракетный удар по Одесскому порту сразу же на следующий день после подписания этих договоренностей. И теперь он будет продавать, допустим, возможность вывоза нашего зерна под охраной турецкого флота. А зашла два эсминца и подводная лодка в Черное море, а вчера мы об этом с вами говорили. И в обмен на то, что Турция не будет перекраивать зоны ответственности в Сирии. Потому что специальную военную операцию в Сирии Эрдоган заявил четко и ясно, что никакие силы не остановят Турцию и не имеют права указывать Турции о проведении этой операции. А сегодня Россия там практически слаба как никогда. Войск есть только на патрулирование военная полиция и на охрану и обеспечение жизнедеятельности двух военных баз, которые есть в Сирии. Все остальное воюет в Украине. Снять с Украины войска и перебросить в Сирию на сегодняшний день Россия даже физически не может. Почему? Потому что их перебрасывать надо будет только авиацией через воздушное пространство Ирана. Это раз. И второе, туда же надо перебросить что-то боеспособное, а не вот эти полудобровольческие батальоны из мужиков 50+, без боевого опыта, который они сейчас формируют. А более-менее что-то боеспособное надо будет снимать с линии фронта в Украине. Этого Россия позволить себе не может. Поэтому, думаю, на встрече будет обсуждаться, будет торг, кто что выторгивает для себя. Эрдоган зерновую сделку или Путин сохранение сфер влияния в Сирии. Вот о чем будут, скорее всего, говорить. Да, хочу вернуться еще к военной обстановке. И забыл сказать, что обстрелы продолжаются. И наши города, такие как Николаев, Чугуев, Харьков, за прошедшие сутки опять были подвержены обстрелам. В Николаеве, особенно жестокий обстрел, российские войска применили реактивные снаряды в кассетном исполнении и нанесли удар по жилому кварталу. Там число погибших, вот последняя цифра была, 7 человек погибших, есть раненые, пострадали люди, которые просто стояли на обстановке общественного транспорта. Я считаю, что бесчеловечный, конечно же, обстрел. Россия вообще ведет эту войну очень жестокими методами. И сегодня, на мой взгляд, такая, я бы сказал, информационно-психологическая спецоперация против нас с вами проводится российским командованием в плане распространения информации о жестокостях российских войск. И о дискредитации вооруженных сил Украины. А именно, вы знаете, распространили, россияне распространили видео, где совершается акт кастрации нашего военнопленного. Причем это снимается на камеру, даже не скрывая лиц, тех, кто это делает, и показывая всю эту процедуру. Это вообще высшая степень бесчеловечности. Мало того, что это пытки, но и это с моральной точки зрения, на мой взгляд, это уже, по-моему, ниже дно пробить невозможно. И плюс нанесен удар в Еленовке, это населенный пункт, в котором находится колония, которую российские войска используют для содержания наших пленных. Туда же отвезли основную массу наших военнослужащих, наших солдат и защитников Азова, которые вышли с территории завода Азовсталь. Так вот, сегодня появилось сообщение информационное о том, что якобы вооруженные силы Украины нанесли удар снарядами Хаймарс по этой колонии и попали в один из бараков, где содержались в том числе и Азовцы. И 53, вот на данный момент 53 человека погибших и 75 раненых. Но, смотрите, во-первых, Хаймарс высокоточное оружие. Хаймарс имеет бортовой компьютер, который связан с внешним миром. И каждые координаты, которые вводятся, обводятся координаты для каждой ракеты, для каждого снаряда, они могут, они фиксируются и их могут подтвердить наши западные партнеры. Особенно Соединенные Штаты, которые нам передавали эти реактивные системы залпового огня. То есть мы можем доказать, что туда снаряд от Хаймарса не прилетал. Плюс я считаю, что это чистейшей воды провокация. Почему? Потому что оказалось, что в колонии тут же находятся российские журналисты. Которые сразу же, еще на дымящейся обломке, прибежали с камеры и начали снимать, как вооруженные силы Украины якобы обстреляли колонию со своими военнопленными. Таким образом, уничтожая своих в плену, что якобы не простив им, что те начали сотрудничать с российскими властями в плане рассказов о страшных преступлениях и бесчеловечных приказах, которые отдавало наше командование им во время боев в городе Мариуполь. Якобы и приказы были по убийству гражданских, по подрывам гражданских объектов и так далее и тому подобное. Но считаю, что это разжигание ненависти с целью, первое, для того, чтобы дискредитировать вооруженные силы. И второе, чтобы вызвать эмоции у нашего населения и особенно у наших военнослужащих, чтобы они не брали в плен российских солдат. И таким образом решить две проблемы, чтобы мы не брали российских солдат в плен, а российские солдаты боялись сдаваться в плен. Я думаю, что это специальная информационно-психологическая операция, которую российское командование проводит накануне событий, которые разворачиваются вокруг города Херсон на правом берегу реки Днепр. Почему? Потому что там ситуация для российских войск, я говорю, у них есть думающие люди даже в высших эшелонах и российское командование прекрасно понимает, что судьба группировки в Херсоне может быть в ближайшие недели может стать довольно печальной. И фактически группировка войск на правом берегу российских войск, она обречена. Обречена либо погибнуть, либо сдаться в плен. И вот тот факт, что российские солдаты, даже солдаты это понимают, покупая надувные лодки и матрасы, понимая, что когда будут текать через Днепр, с автоматом не переплывешь. Он очень широкий в том месте. А вот на матрасе или надувной лодке, да, можно переплыть, можно сбежать. Поэтому вот такие, показывая вот такие бесчеловечные кадры и совершая вот такие преступления, как убийство военнопленных, с помощью вот такими жестокими методами, как обстрелом, это, на мой взгляд, направлено на две вот этих вещи. Разжигание ненависти с нашей стороны, с одной стороны, с другой стороны дискредитация вооруженных сил Украины. Чтобы мы ответили такой же жестокостью, как и они. И тем самым помогли российскому командованию решить вопрос, допустим, стойкости обороны группировки российских войск в районе Херсона. Вот такая военно-политическая обстановка на сегодняшний день, видите, не совсем радостная, довольно тяжелая. Особенно в эмоциональном плане, в связи с тем, какие поступки и какие вещи совершает российская армия и российское командование в условиях этой войны. Ну, дай бог, чтобы это... Есть, допустим, заявления даже некоторых уже западных политиков. Я думаю, реакция будет разрастаться на поведение Российской Федерации, такое бесчеловечное. И это может сыграть позитивную роль в плане того, что американцы и наши западные партнеры начнут больше и быстрее давать нам вооружение. Дай бог, чтобы так оно и было. Потому что каждый пришедший к нам танк, бронетранспортер, это шаг к нам, орудие или снаряд к нему, это шаг к нашей победе в этой войне. И, кстати, прекращению вот этих бесчеловечных или жестоких и аморальных действий, которые совершают российские военнослужащие. Кстати, вот народы, народности, которые принимают участие в войне, особенно кавказские народности, да даже те же буряты, они отличаются очень такой, я бы сказал, жестокостью по отношению к нашим военнослужащим. Есть случаи, когда убийство наших военнослужащих, которые попали в плен, пленных, это не то, что это военное преступление, это одно, а то, что оно совершается с особой жестокостью, с применением таких методов, как с применением холодного оружия, не огнестрельного, холодного. И даже с расчленением тел наших солдат. Очень жестокое отношение. Случаи такие есть, а сейчас это фактически Россия дала документальное подтверждение своей жестокости по отношению к людям, своего бесчеловечного поведения, что опять же ляжет в основу обвинительного акта против Российской Федерации в Международном Трибунале. Да, видите, вот какая тема очень тяжелая, но мы движемся дальше. И дальше мы приступаем к ответу на вопросы, которые попадут в сегодняшнее видео. Итак, первый вопрос звучит следующим образом. Вы говорите, что «Хаймарс» стреляет реактивными снарядами, и поэтому их практически невозможно сбить. А может ли быть такое, что «Атакмс», то есть оперативно-тактическая ракета, к тому же «Хаймарс», станет легкой целью для российского ПВО. Это ведь уже ракета. Да, это оперативно-тактическая ракета с дальностью пуска до 300 км. Но я не думаю, что она станет такой легкой добычей для противоракетных систем, которые применяет Российская Федерация. Почему? Потому что любая ракета, которая создается, она создается в том числе и для преодоления средств ПВО противника. Иначе нет смысла создавать оружие. Ты когда создаешь оружие, ты должен учитывать те виды вооружения, которые есть у противника, и свойства своего оружия или тактико-технические характеристики своего оружия делать лучше. И делать с целью или с расчетом на преодоление средств противоборства с этим оружием. То есть, если есть система ПВО, значит, надо создавать ракету, которая способна будет преодолевать эту систему ПВО. И вот так идет, кстати, эволюция технического развития вооружений. Потом другая сторона начнет создавать ПВО, которая все равно будет уничтожать эти ракеты. Потом будут модернизировать эту ракету, чтобы она преодолевала ПВО. Поэтому нет, ни в коем случае они не станут легкой добычей. И, кстати, мы посмотрим, вот западные технологии опять столкнутся с российскими технологиями. И насколько знаменитая С-300... Кстати, обратите внимание, вот С-300 старая советская система, которая там частично модернизирована Российской Федерацией. Да, которая не сделала там более-менее новую ракету. Мощнее, сильнее и лучше по характеристикам в плане поражения целей. Но, а где же хваленая С-400? Вот то, которое Россия разрекламировала, где эта хваленая С-400? Почему она не стоит на боевом дежурстве, не прикрывает позиции российских войск? С-300, да, стоит, прикрывает. В Беларуси завели, там было сообщение, что С-400 завели. Но она не применяется пока для обстрела наших территорий. На территории Украины я вообще не слышал, чтобы заводили С-400. И чтобы оно защищало российские войска. Это же суперсистема, аналогов которой нет в мире. По идее, как говорил Шойгу, в Сирии на 600 километров закрывает небо. Это практически пол Украины может закрыть одним комплексом. Но почему-то я не вижу комплекса С-400 здесь. А С-300, ну, посмотрим, он хоть и модернизированный, и хоть с новой ракетой. Ну, посмотрим, насколько он будет эффективен против американской ракеты типа Атакм с оперативно-тактической. Опять, ну, Хаймарс у нас сегодня выходит в лидеры. Объясните, пожалуйста, если снаряд Хаймарс летит по настильной траектории, как образовались практически вертикальные попадания в Антоновском мосту? Или это было другое оружие? Ну, смотрите, это могло быть и другое оружие. Не только Хаймарс. Я не утверждаю на 100%. Потому что официального подтверждения тому, что это Хаймарс, нету. Просто наши нанесли удар. Какими системами, наши официальные источники не сообщают. Пресса, да, пишет, что это может быть Хаймарс. А я скажу, что это может быть артиллерия с дальнобойными и высокоточными боеприпасами. Калибра 155 мм. Вот. Но, почему дырки, отверстия вертикальные, а траектория настильная? Настильная траектория, это значит вдоль поверхности земли. Дело в том, что, ну, как бы, законы физики и математики никто не отменял. Настильная траектория тоже имеет вид параболический. Но это половина, ровно половина параболы. То есть, вторая половина, как бы, она не летит. Если у ракеты парабола, траектория в виде параболы напараблена вверх, и ракета поднимается, потом переворачивается, и начинает опускаться вниз, и описывает полную параболу, то артиллерийский снаряд или реактивный снаряд, выпущенный с реактивной системы залпового огня, ну, не важно, с любой системы, он летит по настильной траектории, которая описывает собой половину параболы. Поэтому в конечной точке на излете снаряд, несмотря на то, что он поднимается на небольшую высоту и летит почти параллельно земли, он фактически падает под довольно большим углом к поверхности земли. Поэтому отверстия могут быть вертикальными. Так что он быстро теряет скорость и быстро начинает терять высоту. А хаймерс, снаряды, они еще и корректируемы, поэтому они наносят в основном удар сверху, поэтому отверстия могут быть вертикальными. Точно так же действуют корректируемые снаряды. Ему надо опуститься головой вниз, для того, чтобы скорректировать себя точно в цель, с теми характеристиками, которые заложены в его конструктив. Поэтому дырки вертикальными. Точнее, дырки как от вертикального попадания. Интересный вопрос по поводу воздушной тревоги, по поводу безопасности. Вопрос из Кропивницкого задают. Сегодня после двух прилетов калибров, то есть когда уже взорвались две ракеты в городе, через пять приблизительно минут по подъезду... А! Через секунду-две после взрывов началась сирена, совыла в городе, и через пять минут приблизительно по подъезду ходили люди, и всем предлагали спустить... Обзванивали квартиры, и всем предлагали спуститься в бомбоубежище. На мой вопрос, а не поздно ли? Сказали, нет, не поздно. Калибры летели низко, ясно, что ПВО их просто не увидело. Что делать в таких случаях? Идти в бомбоубежище, или по максимуму можно спрятаться в квартире? Нет, идти в бомбоубежище. Дело в том, что да, ПВО могло не увидеть калибры, и поэтому сигнал тревоги сразу же подали, видите, через одну-две секунды после взрывов. То есть подали по факту уже попадания самих ракет. Такое бывает. Это из-за особенностей работы системы противовоздушной обороны. Но, смотрите, в чем опасность? Дело в том, что я уже говорил, объяснял, что сигнал воздушной тревоги, почему так долго не дают отбой? Потому что сохраняется угроза повторного залпа, или повторного пуска ракет. Когда разведка, или когда наши радиолокационные системы убеждаются, что пусковые установки больше не перезаряжаются, а, допустим, переведены походные положения, вот тогда дается сигнал отбой воздушной тревоги. Поэтому в данном случае две прилетело, никто не гарантирует, что через минут пять, или там, ну сколько, надо примерно минут двадцать на перезаряжание для того же комплекса «Искандер», что через двадцать минут не прилетит следующая ракета. Вот поэтому, если предлагают, идите спускайтесь, не ленитесь. Это может стоить вам жизни или здоровья. Дом и имущество, его, конечно же, жалко, но его всегда можно восстановить, или можно начать все сначала, как бы это тяжело не было. Но здоровье и жизнь, жизнь особенно, его не вернешь. Ее не вернешь никакими способами. Поэтому не игнорируйте, а идите в убежище и дожидайтесь сигнала отбой воздушной тревоги. Вопрос. Я так понимаю, что тактических и стратегических ракет средней дальности больше не существует вообще. Остаются только малые и межконтинентальные баллистические. То есть ракеты наименьшей дальности и баллистические межконтинентальные. Последние нельзя запускать на расстояние меньше чем семь тысяч километров. Ну шесть там реально. Они все трехступенчатые, не трех, а не двухступенчатые в основном. На Польшу, Украину, Прибалтику, Францию, Британию их не послать физически. Все вот это огромное количество дерьма российского шахтного базирована только для США, Канады, Австралии, Океании и Южной Африки годится. Так или нет? Нет, смотрите, давайте все по порядку. Дело в том, что в сухопутном исполнении действительно на сегодняшний день существуют только ракеты наименьшей и дальности и баллистические межконтинентальные ракеты. Баллистические межконтинентальные ракеты могут летать на дальность там 18-20 тысяч километров. Минимальная дальность пуска баллистической межконтинентальной ракеты 6 тысяч километров. Меньше нельзя ее пускать, потому как высота ее траектории не позволяет производить пуск. Но, а вот расстояние от 500 километров до 5,5 тысяч, до 6 тысяч километров, ну там 5,5 обычно говорят, это ракеты средней дальности. Они были запрещены в сухопутном исполнении, сухопутном базировании, они были запрещены к производству и к разработкам. Но, никто не запрещал эти же ракеты средней дальности воздушного и морского базирования. И их полно, все это заполнено. Калибры, ракета Калибр, это ракета средней дальности. Дальность пуска 1500 километров. Она морского базирования. Ракета Х-101, это ракета средней дальности, до 5,5 тысяч километров летит эта ракета, но она воздушного базирования. Поэтому эти ракеты не попадали под действие договора. И они разработаны, и они есть. Сейчас их пытаются адаптировать. Пожалуйста, Россия. Договор не успел закончиться, по-моему, в 2018 году он закончился. Пытались его там... А, они вышли из договора. Сначала вышли Соединенные Штаты, потому что поймали Россию на том, что она начала калибры переделывать на сухопутное базирование. Начали калибры переделывать под комплекс «Искандер». И Соединенные Штаты на основании этих обвинений вышли из договора о нераспространении ракет средней и малой дальности. И, соответственно, потом из этого договора, после Соединенных Штатов, вышла Российская Федерация. Вот вам яркий пример, когда ракета средней дальности уже появилась. Так что все заполнено. Не переживайте. Расстояние между 500 километрами и 6000 минимального пуска баллистических континентальных ракет заполнено и быстро, очень быстро заполняется. Соединенные Штаты тоже ведут разработку и сейчас будут налаживать производство ракет средней дальности с дальностью пуска до 5500 километров. Так что и другие страны тоже самое, которые обладают ракетными технологиями. Таких, правда, очень мало в мире. Но, тем не менее, поверьте, разработки идутся. А еще есть одна особенность. Дело в том, что Россия, к сожалению, очень длинная страна. Вы же знаете, там, по-моему, 80. Но сейчас уже меньше, потому что раньше они же мерили мерками Советского Союза. А сейчас на 1000 километров Россия уменьшилась. Но, тем не менее, если применить шахтные пусковые комплексы Нижне-Тагильской дивизии, которая расположена, ну, штаб в Нижнем Тагиле, а шахтные пусковые установки до Владивостока включительно, там, по всей тайге разбросаны, то расстояние будет больше 6000 километров. И межконтинентальную баллистическую ракету можно запустить. С разделяющейся головной частью как раз на расстоянии будет где-то 7-8 тысяч километров. Пожалуйста, никаких проблем нет. А еще, если посчитать, если, допустим, пуск ракеты сделать где-то с Камчатки или с Чукотки, то 20 тысяч километров она может облететь еще и в другую сторону. Вопрос просто в том, что любое движение вот этих межконтинентальных баллистических ракет, любое их движение, оно может вызвать неадекватную реакцию со стороны западных партнеров. Могут быть включены такие санкции, которые обвалят российскую экономику в считанные дни или максимум за неделю. Это прекрасно понимает Российская Федерация. И поверьте, это является очень серьезным сдерживающим фактором. Путин один раз попробовал поиграться с ядерными силами. Помните, когда он показательно за 7-метровым столом Шойгу и Герасимову отдавал приказ привести ядерные силы в готовность к применению. И там даже показали сюжеты по российским каналам, где пусковые выходят из боксов, едут куда-то в районы, в оперативные районы, начинают там разворачиваться, отрабатывать вопросы подготовки и так далее. Один раз. После этого, я так понимаю, Россия получила целую серию сигналов с запада, что мы не играемся в ядерные игры. И Россия прекратила. Сегодня, да, они там иногда еще, но официально нет. А вот заявления, громкие заявления разных политиков, разных там отставной козы барабанщиков типа Медведева, да, они делают там заявления, делают такие вбросы, но Россия сегодня не играется в ядерную войну. Потому как сами очень сильно боятся вот этого ядерного шантажа. Они могут как губники из-за угла выкрикнуть, а у нас есть ядерная дубина, и тут же спрятаться. Так что, есть ракеты средней дальности, все заполнено, поверьте, никаких вопросов в плане постепенной градации огневого поражения, начиная от ракеты, тактической ракеты Точка-У с дальностью пуска 110 километров до баллистической межконтинентальной ракеты с дальностью пуска до 20 тысяч километров. Расскажите, пожалуйста, про мины лепестки. В Донецке последние два дня во многих районах города они густо разбросаны. Кстати, очень опасная штука. Это мина лепесток, она выглядит, ну посмотрите в интернете, как она выглядит, но она помещается в ладошку. У нее есть такое пластиковое, как крылышко, вот его называю, из-за этого она получила название лепесток, а сама она собой представляет пластиковую подушечку толщиной где-то до 12 миллиметров, 10-12 миллиметров, прямоугольной формы, ну немножко не прямоугольной, а параллелограммной формы. Это самое, как правило, зеленого цвета, есть разные еще, цвета бывают разные. И размером где-то 4 на 4 сантиметра. И у нее такой же точно лепесток на одной из сторон этого параллелограммчика, тоненький лепесточек толщиной 1-2 миллиметра, пластиковый. Он нужен для того, чтобы она не падала камнем вниз и не взорвалась при ударе об землю. Этот лепесток обеспечивает более плавное падение этой мины. Это противопехотная мина, она относится к запрещенному вооружению, она должна быть самоликвидатором, который срабатывает через 48 или 70, 24, по-моему, там 48 и 72 часа. В зависимости от модификации есть разные установки. И она должна подрываться через вот этот период времени. Распространяется эта мина с помощью кассетных боеприпасов. Есть кассетные боеприпасы с дистанционного минирования, с противопехотными минами. Есть он к реактивной системе Ураган 220 мм калибром и к реактивной системе СМЕРШ 308 мм калибром. Количество сейчас не скажу, на вскидку не вспомню. Чтобы вы там потом не подправляли меня, посмотрите сами. Но еще раз повторюсь, и что самое страшное в этой мине, то что эта мина не убивает человека, она его делает инвалидом. При наступании на мину она подрывается. И максимум, что может получить человек, это отрыв стопы. То есть выжить, да, это ранение, тяжелое ранение, человек сразу становится инвалидом. Что получает, вот получив вот такое вот ранение. Вот этим опасны эти мины. Их цвет и форма, она очень неприметная. И особенно сейчас, летом в траве, да, они действительно очень опасны. Вот, срабатывает она от небольшого воздействия. То есть и ребенок тоже может, наступив на эту мину, подорваться на ней. Причем, как бы, для ребенка эта травма может быть намного тяжелее. Потому что организм маленький и сам человечек еще маленький, еще ребенок. Так что, очень опасная штука. Советую вообще не трогать руками, не брать и не пытаться там ни в коем случае, допустим, кинуть в нее камнем, чтобы она там сдетонировала. Потому что осколки камня могут прибить и вас. Или, во всяком случае, поранить вас. Вот, поэтому надо вызывать саперов, чтобы они ее разминировали. Хотя в Донецке, какие саперы? Я не думаю, что российская армия будет там сильно спасать местное население. Что значит орудие старшего офицера? Смотрите, нет, я, наверное, или я оговорился, или мы неправильно услышали. Есть артиллерия старшего начальника. Есть такое понятие. Либо это шла речь про огневые комплексы. Если это шла речь про огневые комплексы, и тогда машина, я тогда оговорился, это имеется в виду машина старшего офицера. Старший офицер на батарее, это офицер, который отвечает за подготовку данных для стрельбы. И вот когда, скорее всего, это оттуда, я вспоминаю, что когда шла речь о модернизации орудий российской артиллерии, то если в орудии есть решающее устройство, то кто работает на этом решающем устройстве? Кто вводит поправки для того, чтобы это решающее устройство вызвало данные для стрельбы? И командир орудия это делает, или это делает старший офицер на батарее? Старший офицер на батарее может находиться в своей командирской машине и передавать данные через так называемый АПК, артиллерийский приемник команд. И на орудие уже приходят те установки, которые надо установить на прицеле и просто вывести пузырьки уровня на средину. То есть навести ствол орудия по тем данным, которые дают прицел, уровень и доворот. Вот три данных приходят на орудие. А если есть решающее устройство, то тогда это орудие может выполнять самостоятельно огневую задачу. И тогда вот этот старший офицер на батарее, он уже не готовит данные для этого орудия. Их должен готовить по идее, готовить подготовленный расчет. Командир орудия уже вводит данные в это решающее устройство, которое тут же выдает данные для стрельбы. Например, гаубица PHZ-2000, она имеет такое решающее устройство. И когда командир, вот тут командир орудия должен выполнять роль старшего офицера батареи. Он должен быть обучен этому. Он вводит все поправки, вводит координаты цели. И программа автоматически определяет данные для стрельбы. И автоматически наводит туда ствол. То есть наведение пушки может, гаубица может осуществляться в автоматическом режиме. Дальше гаубица может производить один или серию выстрелов. Там у нее есть несколько функций. Серия из трех выстрелов, она может делать, может быть, одиночный серия из трех. И может быть стрельба беглым из пяти выстрелов с одновременным подрывом. Вот, вот даже такое может делать современные гаубицы. В России даже такого, ну, аналогов нет. Сразу скажу. Так что, не орудие старшего офицера, а старший офицер на батарее и его командирская машина. Скорее всего, это имелось в виду. Надеюсь, что я правильно понял ваш короткий вопрос. Если нет, напишите в комментарии. Я попробую объяснить, если я не угадал с ответом. Чисто гипотетический вопрос. Сможет ли наша система обороны сбить ядерную ракету без помощи Запада на нашем вооружении, поскольку пока что нет у нас западных систем ПВО-ПРО. Да, конечно. Вероятность будет очень низкая, но она существует, что мы можем сбить. Какая разница, смотрите, во-первых, какая ракета, какой тип ракеты, это первое, и второе их количество. Вот, мы же сбиваем ракеты. Ну, вот летит ракета Искандер, а к ней же есть ядерная голова. Летит ракета Калибр, к ней же есть ядерная голова. То есть, и мы сбиваем, иногда успешно, иногда неуспешно. Поэтому, никаких проблем нету. Если будет, ну, как бы мы уже много раз говорили про вероятность ядерного удара, вот, я думаю, что все-таки он на сегодняшний день практически равен нулю. Вот, это первый момент. Ну, второй момент, гипотетически, вот как задается вопрос, да, конечно, мы можем сбить любую ракету. Насколько успешно или какова ее вероятность, это уже довольно сложный вопрос на него ответить на сегодняшний день, на мой взгляд, теоретически невозможно. Были ли случаи форсирования водных преград танками при помощи шноркеля? Насколько этот метод приемлем и в реальных боевых условиях? Ну, очень редкие такие случаи, в основном на учениях. В боевых примерах, я не помню, чтобы вспомнить, ну, давайте расскажем всем, что такое шноркель. Шноркель это труба воздухозаборника, по которой поступает воздух к двигателю для того, чтобы он мог работать в условиях под водой. Танк герметизируется, на командирский люк ставится труба, видели, это очень часто на учениях показывают, это такая фишка всегда, вот, подводное вождение называется у танкистов. Ставится такая довольно широкая труба, через эту трубу может вылезти даже экипаж и залезть в танк. При этом люк остается открытым и танк заходит в воду и идет по дну реки. А погружаться в воду он может на глубину вот всей высоты этой трубы. Точно такая же труба есть у подводных лодок, у дизельных они могут на перископной глубине поднимать вот этот шноркель и запускать дизель для того, чтобы осуществлять ход лодки и заряжать аккумуляторы. Точно такие же трубы, ну, не такие, а немножко другие видоизмененные трубы ставятся на джипы. Вот джипы повышенной проходимости, иногда, обратите внимание, есть джипы, которые не паркетники, а настоящие джипы, которые предназначены для преодоления водных преград. У них, как правило, справа или слева из-под капота выходит такая пластиковая труба и она, прилегая к обшивке автомобиля вдоль стойки лобового стекла, выходит на уровень крыши. И на уровне крыши у нее такой, как, очень напоминает голову змеи, воздухозаборник. Вот это называется шноркель. И его устанавливают для того, чтобы двигатель брал воздух сверху. Соответственно, вы можете переезжать брод глубиной выше капота этой машины. То есть, вы не зальете двигатель, не захлебнется этой водой и вы проедете. Но, вопрос же, понимаете, на учениях оно все красиво получается. И шноркель устанавливается, и герметичность танка обеспечивается стопроцентная. И дно той водной преграды проверяется водолазами, прощупыванием, всем остальным. В природе, в условиях войны, например, на том же Днепре, во-первых, глубина. Шноркель на танке, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то 4 метра, не больше. Соответственно, там на одну треть он должен быть над водой, чтобы его волна не заливала. Значит, танк может, с учетом высоты башни этого, танк где-то может погрузиться максимум до 5 метров. Но при этом дно должно быть твердое, чтобы танк не зарылся в выл и не забуксовал. Вот в чем величайшая проблема. И нужен берег пологий, чтобы танк заехал в воду, не резко опускаясь, а плавно заходя в воду. Почему? Потому что шноркель может обломиться. Он тяжелый, он очень высокий. Это раз. И точно так же ему надо выехать. А особенно, когда танк выезжает, здесь есть особенность. Дело в том, что у танка удельное давление меньше, чем у человека. На квадратный сантиметр грунта. И если он будет выезжать на крутой скользкий берег, он никогда не выйдет. Танк может заехать в небольшую ямку в лужу и не выехать из нее самостоятельно. Потому что будет буксовать. Подвесом танка гусеницы пробуксовывают, и он будет сползать обратно. То же самое может произойти на реке. Поэтому реально практических преодолений надо очень тщательно выбрать место, чтобы оно соответствовало всем критериям для прохождения подводным способом. Преодоления, точнее, речки вброд подводным способом. Поэтому это, как правило, не практикуется. Я даже не видел в войсках... Я знаю, что в танковых частях эти шноркели есть, но они... И то они там есть в ограниченном количестве. Основная часть этих шноркелей лежит на складах. Никто их в частях даже не держит. Их нигде не возят с собой. Одна машина БТС. Бронированный тягач средний. На базе танка Т-55. У него в штатном исполнении шноркель лежит на борту этой машины. Там, да. Там он есть. Его часто можно увидеть. Так что этот метод очень малоприменим. И он очень капризен. И он существует, но не применяется. В широкой практике его применения нет. Когда уже в Российской Федерации закончатся ракеты Калибр, Оникс и другие. И производятся ли они сейчас, во время войны, в каком количестве? Ну, Калибр точно не производится. Сразу вам скажу, завод стоит. Несмотря на то, что там Путин лично отдавал приказ усилить, увеличить, ускорить производство ракет Калибр. Они не производятся. Почему? Потому что их комплектующие это все импортные составляющие. Они начинают электроники, заканчивая маршевым двигателем самого Калибра. Поэтому, кроме корпуса, Россия больше ничего производить Калибру не может. Оникс старая советская ракета. Они давно уже не выпускаются. Оникс, это противокорабельная ракета. Это самый Х-50. Сейчас вам точно даже скажу. У меня уже, видите, справочный материал. Оникс П-800. Ракета. Она, это самое, в экспортном варианте Яхант, конец 70-х годов. Они используют запасы. Нету данных, чтобы они производились вот в современном исполнении на сегодняшний день. Поэтому, ну и также другие ракеты. Там ракета Х-59О в 70-е годы. Ракета постановки на вооружение. И в середине 70-х годов, допустим, Х-59 на вооружении с 80-го, 82-го года. Это все советское производство. И, скорее всего, что в России, если оно и есть, запасы этих ракет настолько велики, что вряд ли Российская Федерация на сегодняшний день возобновляла это производство. Восстановить его, по-моему, на сегодняшний день практически невозможно. Х-32 ракета с конца 80-х годов на вооружении. Вот она самая новая, с 2016 года она может производиться. Но у нее от 600 до 1000 километров. Но, видимо, с 2016 года их очень мало произвели, потому что Россия их ни разу не применяла. Хотя дальность у нее 600 тысяч километров. Х-22 «Буря» ракета, 68-й год на вооружении. Запускается только с стратегических бомбардировщиков, с Ту-22 или с Ту-195. Ну вот, Х-22 они еще пускают. Она жидкостная вообще. Вряд ли они их сегодня производят. Поэтому, думаю, что они модернизировали Х-55, сделали Х-555. Увеличили дальность до 2000 километров. Точнее, даже не увеличили, а уменьшили дальность до 2000 километров. Потому что А-55-я 2,5 летела. А-555 летит на... Летит на 2000 километров. Но при этом они увеличили там головную часть, то есть боевая часть стала больше, на 10 килограмм. И точность они ракеты увеличили. Она была там до 100 метров точности. А Х-555 до 20 метров точности. Поэтому, я думаю, что Российская Федерация сейчас в ракетах просела полностью. Старые советские ракеты они вряд ли выпускают. Из-за того, что их было большое количество на складах, что-то они брали и модернизировали. Видите, отдельные виды они брали и модернизировали. А новые они не могут выпускать из-за того, что у них отсутствуют комплектующие для производства этих ракет. Все-таки санкции худо-бедно, но все равно работают. И на сегодняшний день мы видим, что Россия начинает... Точнее, в Российской Федерации есть проблемы с производством вооружения. Особенно высокоточного, особенно ракетного. Сегодня Институт изучения войны в очередной раз сделал прогноз о готовящемся наступлении сил Российской Федерации на Харьков. А вы, я помню, неоднократно говорили о бесперспективности такой затеи. Тогда на основании чего делается такой прогноз? И что в реальности ждет сейчас Харьков? Смотрите, да, это бесперспективность такой затеи. Но, действительно, на Харьковском направлении есть резерв российских войск. Помните, та же самая достославная 144-я танковая дивизия, она находится в резерве на Харьковском направлении. И Харьковское направление вполне возможно, что Российская Федерация предпримет попытку наступления. Но эта попытка наступления будет не для того, чтобы прорваться и взять Харьков, а для того, чтобы заставить вооруженные силы растянуть свои усилия на разные направления. Не дать возможности переброски наших войск с одного направления на другое. Возможен тройственный удар на сегодняшний день. Это оборонительная операция на Херсонском направлении, наступательная операция на Донецком направлении. Кстати, они активизировались сейчас довольно сильно на Донецком направлении. И отвлекающий удар, как второстепенный удар на Харьковском направлении. Но не с целью прорыва и захвата. Это, кстати, если Россия предпримет такую попытку, а скорее всего они к этому готовятся, потому что началась массированная переброска войск вдоль всей линии фронта. Мы наблюдаем движение колонн во всех направлениях. Они перебрасывают войска. Я так понимаю, что они хотят сделать такой последний рывок перед оперативной паузой, которую потом они возьмут для того, чтобы перегруппироваться и подтянуть резервы. Вот сейчас они собрали все, что есть, сгребают в кучу все, что есть. И скорее всего готовятся вот к такому, ну я бы сказал, рывку на линии фронта. Для того, чтобы попытаться выровнять ситуацию. Попытаться в свою пользу переломить ход боевых действий. Потому что они останавливаются, они вынуждены садиться в оборону. Для них, мы говорили неоднократно, что для них посадка в оборону это равно смерти. Почему? Потому что, точнее, начало ихнего конца. Почему? Потому что мы начнем контрнаступательные действия на отдельных направлениях, которые могут перерасти в большое контрнаступление. Так что, вот такой рывок или перед оперативной паузой, я думаю, что Российская Федерация может предпринять в ближайшее время. Опять же, может предпринять. Тут ключевое слово может. У меня вопрос. Какая вероятность удара вооруженных сил Украины по зебровке? Это реальная цель? Или это снова упрется в политическую волю нашего военного управления? Ну, не военного. Если политическая воля, то это президент принимает решение насчет ударов. Это не главком вооруженных сил. Это не вооруженные силы. Вооруженные силы выполняют приказ. Верховный главнокомандующий, президент должен принять политическое решение о нанесении ударов по территории сопредельных государств. Вот в чем, как бы, лежит особенность вот эта зебровка. Ну, чтобы вы понимали, что такое зебровка. Это тот аэродром на территории Беларуси, из которого производятся ракетные пуски по территории Украины. Вот позавчерашний обстрел Киевщины и Черниговщины именно с аэродрома зебровка. В районе аэродрома стоят стартовые позиции комплексов Искандер. И они оттуда наносят нам ракетный удар на глубину, точнее на дальность до 500 километров. И вопрос именно посвящен тому, что почему нанесем мы все-таки, это же реальная цель, нанесем мы такой удар или не нанесем. Ну, единственное скажу, что решение нашего президента будет зависеть еще от позиции наших стран-партнеров, стран-доноров, которые дают нам вооружение. Я так понимаю, что мы не можем самостоятельно принять это политическое решение. Надо проводить консультации с нашими партнерами. Но, в принципе, пан Данилов недавно на днях озвучил, что если надо будет, то мы нанесем такой удар. Когда это наступит, надо будет? Тут очень сложный вопрос, на который, к величайшему сожалению, на сегодняшний день нет ответа. Ну, вот, наверное, на этом будем заканчивать. Не буду отвлекать много вашего времени. Еще раз приглашаю, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, кому понравилось это видео. Большое, огромное спасибо спонсорам канала и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео и вообще этот канал существует. Ну, а мы с вами продолжаем верить в вооруженные силы Украины. Перемога будет с нами. Слава Украине!